Берем тоненькую-тоненькую пластинку костю, засовываем этот микроскоп. Что мы видим? А мы видим вот клетка. А вокруг нее тонкая пластинка скалы. Оттуда взялась эта скала. А ее построила клетка. А рядом соседняя клетка, которая построила следующую порцию скального материала. А рядом следующая клетка, которая построила следующую порцию. Теперь вопрос. Если клетки сами себя замуровали, они кислород получить могут? Нет. Питательные вещества получить могут? Нет. Избавиться от продуктов собственной жизни они могут? Нет. Они должны умеют. Поэтому сквозь кости проходят такие шахты, туннели. Вот в этих местах клетки кости договариваются никакую скалу не строить. Оставляем свободный просвет. Догадайтесь, что про кольцово-серкетку нет. Не воздух. Это бы убило все окружающие. Ребята, воздух это абсолютно смертельная среда обитания для любого живого организма. Как только живая клетка оказывается на воздухе, через 15 секунд она умерла. Сосуды? Сосуды. Кровеносные сосуды. Именно так. Сквозь эти шахты проходят кровеносные сосуды. Здесь же проходят нервные окончания. И так, чтобы регулировать и управлять телесные делами. А каждая клетка, когда строит свою скалу, оставляет для себя выходы, тоненькие-тоненькие проходики. В этой шахте, в резердате, по тонким отрокам не способны. Каждая клетка костя получает питательные вещества из крови. Вот так встроена костная вещества. А теперь скажите, пожалуйста, а имеет ли право клетки кости делиться? Да, имеют. Клетка кости поделилась. Ура! У нас свобода почти ничем не ограничена. Взяли, поделились. И дальше что? А что дальше? А нарезовую карту скалу. Клетка это капли киселя. Попробуйте, киселем разорвать скалу. А я смотрю. Они трилят сюда того размера, когда они могут через эти проходники пройти сосуды? Да. Тогда это уже будет не клетка кости, а такая совершенно другая. Во-первых. Во-вторых, через этот проходик, разумеется, пройти нельзя. Прежде всего не пролезть ни ядром, ни другие важные жизненные части. Без смысла делиться клетками кости. Они замуровали себя в пещере. Даже если какая-то другая клетка поделилась, но теперь они вдвоем там будут в тесноте сидеть, они когда-нибудь раздвинуться смогут. Но вокруг них гигантская толща скаленная. Поэтому клетки кости не делятся. Тогда вопрос, а как же кости растут? Если клеткам кости запрещено, тем не спрошу. Там просто дальше достраивают клетка, это с кого же дальше? Она уже построена. И чего она будет достроена? Вы ничего сделаете. Как? Она изменить. Как? Объясните мне, как вот этот клетка может передать часть искального материала куда-то вот сюда? Сквозь стол? Нет. А как? Они материалы распрещены от скаленной. Нет. Если вы распихали, как вы говорите, скалу, вы разорвали свечи пистагические решетки, и ваши кости разрушиваются. Скала должна отступиться в прохождении. Она распрещена. Делаешь на вот этих подведок, где дети поднимают делать скалу. Там из мозга, до спинного мозга, там высываются новые и новые клетки, и они настраивают кость. Так, ну тут не из спинного мозга, а вообще идея правильная. Значит, смотрите, так устроена любая культура, любая клетка. Вот у нас есть какой-то скелетный элементик, неважно такой. Так. Вот он с костюм. То есть, он построен вот так. А поверх него лежит футляр из волокнистых соединительных скалей, ну такая сетка трюкнетная, который заселен быстро делящимися клетками. Эти клетки, после того, как поделились, превращаются в новые клетки кости. В результате на поверхности кости все время возникает новая клетка. Где будет строиться новая порция скалу? На поверхности. Как кто-нибудь наверняка слышал название вот этого слоя, окружающего любой кости. Это хорошо, это меня очень радует. Вы знаете, серьезных проблем с зубами вообще не было. Если человек очень сильно запустил кариес свой, так и у него раздуло всю через сразу. Не в одном месте, а всю через сразу. Это кульпит? Нет, кульпит это воспаление внутренней ткани одного звука, кульпа. А если воспаление разошлось и захватил не один участок, а поехал по всей челюсти, воспаление на костнице. Вот эта ткань, покрывающая снаружи любую кость скелетия, и называется надкостница. За счет надкостницы кости умеют расти. Крепки надкостницы быстро делятся и превращаются в следующее поколение клеток костей. И они снаружи откладывают следующий слой кости. А теперь попробуем весь челюсть сделать из одной единственной кости. Вот у нас новорожденный человечек. Глаз и мозговая коробка. Отдельно об этом поговорим, когда пойдет речь о злых и добрых персонажах в мультфильмах. Отдельно об этом поговорим. Так? Ну, они же ничего в себя не решили. Значит, ясно, что вот размер мозговой коробки. Какого размера голова у новорожденного человечка? Ну, что, ну, два... Ну, два... Новорожденного. Десять. Ну, примерно 10 сантиметров. Да. Десять, и две стороны разные. Ну, размеры примерно в мой полок. Двадцать, наверное, все на самом деле. Да. Меньше нельзя почему? Вот почему нельзя вот такую, как вы показывали? Ну, потому что... А что внутри головы вы пишете? Мозг. А мозг из каких клеток состоит? Из нервных клеток. После рождения человека нервные клетки делятся в клуб? Нет. Нервные клетки не умеют делиться. Значит, сколько их должно быть внутри черепа к моменту рождения? Ровно столько же, сколько в течение всей вашей жизни. То есть вам надо к моменту рождения уже создать все нервные клетки. А это значит, они займут достаточно большое время? Да. Достаточно большое. Хорошо. А почему нельзя голову новорожденного сделать вот такую, как арбуз? Потому что такой новорожденного бьет маму. При попытке родиться, просто женщина погибнет. Слишком крупная голова. Итак, размер примерно такой. Мозг примерно такой. Теперь крупным, да, сейчас у вас всех, ваш череп, да, размером с мой блог или побольше? Более. Ага, зеркало побольше. То есть голова выросла. Попробуем заставить череп расти вот по этому принципу. Смотрите, какую интересную историю мы получили. На точности я не лежу, да? Голова у вас растет. То есть сейчас вы и себя представляете вот что он. Ну, чуточку больше раз в пять. Ага, да, ну раз в пять больше, внимание, внимание. А размер клавиона-то может ложка быть? Да. То есть у вас вот такие мозги, но зато какой-то общины стенки черепа. А это холодно. Ребята, вы скалу даранить можете. У вас толщина монолитной кости вот такая. Этот череп из броневоинного ружья не просил. Но это немножечко не то, что нужно нормальному человеку. Задача, что ли, какая? При увеличении размеров головы увеличить объем мозговой халсты. Можно ли ее решить вот таким простым образом? Просто за счет наращивания слоя зоцкого. Нет, не выйдет. У тебя голова не выйдет? Вот для того, чтобы понять, как происходит рост костей, надо разобраться вовчем. Вот так встроена гостная ткань между клетками и скалами. Я нарисовал, как встроена хрещевая ткань. Вот отдельные клетки хрещевые тканья. Вот они. А между ними жилет. Между ними жилет. Сквозь это жилет могут проходить волокна. Но вообще-то это жилет. А теперь смотрим. А имеют при праве делиться клетки хреща. Да. Да. Поделюсь. Кондроцитик и клетки хреща поделился. А теперь, если две дочерние клетки начинают откладывать новую порцию хреща со стороны своего соседа. Вот сюда, вот в синий клеток. Что с ними проезжает? Не с ними. Они медленно разъезжаются. Как это скажется, на объеме всей порции хреща. Внутри появилась новая порция. Немножко увеличится. Другая клетка поделилась, другая, другая. Что в общем-то? Да. Хрещ в отличие от костя умеет расти изнутри. Костя только снаружи. Поэтому, для того, чтобы увеличить размер черепа, что делаем? Сшиваем череп из запильных уступов. Ну, как футбольный меч. Покрышка футбольного меча, сшитая из штеугольника в штеугольник. Срочно? Отлично. Сшиваем мозговую коробку из запильных уступов. А между ними прослойку какого хреща оставляем? Хрещ. А вот это что за хрещ? Как это хрещ? Как это хрещ? Итак, если мы поставили между костями прослойки хреща, то дальше мы получаем какую-то возможность. За счет деления толщина хрещевых слоев может увеличиваться? Да. А по крыльям костя сидят такие очень агрессивные костные клетки, которые называются остовы власты. Что они делают? Они съедают хрещ и на его месте строят новые клетки костя. То есть у вас все время толщина этой полосочки увеличивается, но с боков она съедается клетками костями. Происходит замещение хрещевой талии на костю. В результате, что у вас с объемом внутренней полости этого мяча произойдет. У вас увеличивается площадь каждой пластинцы. Толщина не увеличивается, а площадь увеличивается. Вот они раздеваются. Увеличился объем, мозговой угас получается. Славно. Так вот, ребята. Сейчас у нас с вами был такой первый необходимый заход на скелет человека, чтобы основные особенности понимали. В каком месте у нас в скелете негибкие кости, в каком месте у нас гибкие хрещи и как кости могут быть связаны друг с другом. Три способа соединения. Подвижное соединение сустава, полуподвижное соединение через речевую подушку и, наконец, как черрика. Форма вот этой черри, в которой живет прежде, не прямая, а вот такая страшноизвестная линия. У кого какие идеи, зачем? Почему это не прямой шов? Почему шовную линию у костей всегда крайне извелись, да? Вот краешут одной кости, вот краешут другой кости, вот так. Чтобы увеличить кости. Чтобы увеличить кости контакта. Потому что если бы это была просто прямая линия, да? А я взял себя вот так за голову и повел в сторону. Что произошло? Раздвинулись кости через. Так? Почему? Потому что если линия прямая, площадь контакта не велика. Да? Хотя грязь и держат, но держат не очень сильно. А если вы сделали вот такую зубистую линию, что с площадью контакта? Многократно увеличилась. Надежность шутка. Хорошо. Внимание. А где еще в нашем теле? Кроме черрика. Тоже типичная шовная контакта. Неподвижность расширить кости. Таз. На самом деле, таз состоит из трех пар сросшихся костей. Срослись они очень надежно. Объясните почему. Когда вы ходите, бегаете, прыгаете. Вот нагрузка пришлась на ногу. А с ноги куда вы ходите? На каждого костя. Если бы они были связаны, допустим, полуподвижно через крючки, что бы с ним произошло? Она просто смесилась. Да, у вас одна половинка таза сюда уехала, а вторая только на месте. После этого выходить нужно? Нет. Нет. Так что кости таза сшита швами неподвижно. Ну, чудесно.